В 85-й день рождения герой труда Зинаида Морщенко встретила не только в окружении детей и внуков. Её лично поздравил председатель Бобрусского горосполкома Александр Студнев. Творчески подошли, с подарками. Спасибо, миленький мой. Зинаида Герасимовна 35 лет отработала на фанерном заводе деревообрабатывающего комбината. Была сушильщицей шпона, бригадиром звена. Огромный опыт, накопленный в трудовых буднях, позволил ей выполнять производственные задания при отличном качестве выпускаемой продукции. Многолетний самоотверженный труд на благо Родины был оценён по достоинству правительственными наградами, а также многочисленными грамотами и дипломами. Сразу же пошла на три смены. Так хватало мне, миленький? Вот и дохватало. Трое детей этих в школу. Хочется в школу отправить, а в садик же не ходили. И вот что основное. Ну, далеко был садик. Поздравить с юбилеем свою наставницу пришла и ученица Зинаида Морщенко – Валентина Михновец. На фанерный завод она пришла в 19 лет. Тогда ветеран труда обучила её профессии сушильщика шпона. Она была всегда образцом для подражания, вот как хороший, добрый человек. Во-первых, она была большой трудоголик, ответственный. Она всегда учила нас, молодых, чтобы мы работали на результат. Не просто так вот. Чествование юбиляра продолжились и сегодня в городском центре досуга и творчества. Заместитель главы администрации Ленинского района Виталий Гроховский вручил Зинаиде Герасимовне почётную грамоту. За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в воспитание подрастающего поколения и в связи с 85-летием. Человек всю жизнь посвятил работе на фанерном заводе, очень трудной, тяжёлой работе. Значит, на этом предприятии, вот на тех работах, в которых она работала, мужчины не справлялись с работой. Это я знаю, как бывший заместитель генерального директора фондока. Почётную грамоту и денежную премию получила в этот день и Лидия Вигелянская, обладательница Ордена Трудового Красного Знамени. Ей исполнилось 80. К слову, передовики производства родились в один день. Людмила Любимцева, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.